всем привет праздники не за горами на улице снег лежит в москве он конечно грязный но я уверен что на алтае и в красноярске он совершенно чистый как как снег значит вспоминая свое детство помню я такой салат крабовый который делался из крабовых палочек яиц крабовые палочки яйца кукуруза и майонез так вот я подумал почему бы его немножко модифицировать мы же живем не в советское время живем в наше настоящее 21 век на дворе скоро уже 22 в общем я решил что буду готовить всеми любимый салат но немножко со своей изюминкой с наступающим новым годом вас дорогие друзья а спонсор нашего видео сухарики гринков у них не только сухарики для салатов первых блюд и перекуса у них же и также есть и панировки различные в общем в описании будет ссылка зайдите поглядите может что-то будет для вас интересно итак смотрите что я сделал я пошел на рынок я посмотрел что в общем-то не очень дешево стоят креветки в магазине пошел на рынок нашел самые дешевые креветки я так понимаю это северная креветка такая мелочевка мелочня вот с таким вот шипом на на носу кто-то называет ее магаданской креветкой но я так понимаю что это сладкая очень ярко вкусно по вкусу яркая по вкусу креветка которую с удовольствием все едят она у меня за ночь в холодильнике отошла полностью разморозилась я их предпочитаю не варить потому что они уже там отваренные вернее ошпаренные и они прекрасные и так как я чищу креветку я снимаю панцирь и за ножки как бы вынимаю я оставляю вот эту мозги тут что желудок и и у креветки в общем вся вот эта подголовная часть я ее оставляю я считаю что она очень вкусная кто-то не любит для эстетики всегда но отдирает голову полностью но во первых меня как бы не коробит эта штука вот смотрите видите то есть но и еще страшного здесь ну да немножко какие кто-то это называть кишками от называем мозгами мы же мозги едим говяжьи свины и куриные почему мы не можем креветочные мозги поесть я уже начистил заранее креветок целую чашечку и вместо крабовых палочек я использую вот просто дешевые креветки реально дешевые тут конечно смотрите мусора сколько я его не выкидываю я из него потом сварю биск и покажу вам в одном из видео отдельное сделаю дочищаю последние креветочки эта штука не быстрая то есть мелочевку чистить это крупные креветки всегда там раз раз и все готово но можно всех детей привлечь научить их чистить креветки для праздничного стола уж можно приготовить знаете крабовые палочки понятно что это мега дешевая штука ну это же там отходы от каких-то рыбных деталей из мяса каких-то дешевых рыб на новый год то можно себе позволить что нибудь чуть-чуть дороже чем крабовые палочки я рекомендую делать это с креветкой вы можете их порезать но креветка мелкая чё здесь ее резать напополам допустим у вас плавают в свободном плавании и не порезанные во первых меньше геморроя во вторых знаете когда вас попадает целая креветка на зуб вы начинаете и жевать и понимаете что да действительно это креветка никакая крабовая палочка из из непонятно чего так это я откладываю пока до лучших времен сразу перехожу к соусу вот смотрите здесь у меня полная ложка майонеза без майонеза никакой новый год не новый год да можно позволить себе разочек в году на фигачится майонеза это не распространяется на тех кто его есть целыми днями я его использую как деликатес непозволительные в обычное время 2 столовые ложки сметаны полные с горкой ой сметанка густая насыщенная сладкая черный перчик для вкуса горчица горчица дижонская молотая обычная она не острая она такая знаете импортная вот смотрите пол чайной ложечки горчицы вообще если вы хотите например заменить полностью майонез то сметана смешанная с горчицей дает приблизительный но очень похожий вкус соль соль на глаз а я еще знать что люблю добавлять креветкам и к яйцам очень вкусно подходит аджика грузинская настоящая да это чили перец перемолотый с чесноком но тут солью значит смотрите пол чайной ложечки не вот такой знаете без горки можете попробуйте если она очень острая то можете добавить ее гораздо меньше она по сути нужно как ароматизатор очень хорошо это еще свое время кто-то из поваров но я узнал то от братьев березуцких не те которые футболисты а наши звезды московской гастрономии что краб и аджика очень хорошо подходит друг другу я об этом никогда не размышлял мы многих вещей как бы не замечаем очевидных но кто-то показывает тебе ты пробуешь здесь думаешь действительно это уже очень вкусно тем более что креветка очень хорошо совмещается с яйцом и вот этот вот вкус аджики который там есть он так подчеркивает его главное не переборщить с остротой остроты не должно особо чувствовать прекрасно если вдруг попробуйте всегда пробуйте соуса если вдруг вам чет не хватает не хватает вкуса аджики добавьте еще не хватает какого-то вкуса майонезного добавьте белый винный уксус или можете сок лимона может быть кто-то черный перец у меня же здесь еще помимо всего прочего веточки укропа которые тоже пойдут в салат укроп мелко мелко лучше новый год когда наступает это конечно такой семейный праздник вот это ни для кого не секрет в современном обществе и молодежь старается отмечать его где-то за городом это неплохо я тоже практиковал своей жизни в этом году я лечу в таиланд например на новый год хочу там поснимать посмотреть что происходит возможно это будет на канале но когда мы говорим о семейности праздника то конечно подразумеваем не только бывает свою семью бывает подразумеваем семью например своих супругов супруги и так далее братьев новых значит кто-то поженился там племянницы поэтому народу много в семье и салата должно быть много яйца яйца я довел до кипения и оставил выключил огонь оставил значит доходить вот что получилось у меня смотрите они простояли там какое-то время я даже не засекал знаете я так по наитию ну сколько-то стоят и стоят как раз был один из комментариев что мол как был один из комментариев к куриной грудки что мол я так делаю яйца написали мне подписчики по довожу до кипения отключаю газ или и и она стоит у меня вот яичко очень хорошо во первых не синеет желток а у меня яйца знаете такие с ярким желтком мужиком не бородатый дед мороз что ли в общем смотрите получилось яйцо верх у меня яйца с ярким желтком во вторых все их все это нужно размять вилочкой все нужно размять вилочкой по сути яйца тоже являются частью соуса значит 4 яйца дальше у меня одно яйцо оказалось в той самой чашечки в которой варились эти яйца оказалось крупным и она не сварилась его ни в коем случае выкидывать нельзя нужно взять ложку и вот это яйцо всмятку отправить сюда же смотрите видите желток уже почти прихватился почему белок не прихватился не пойму но может быть этой стороной лежала поверх воды в общем весь белочек знаете как яйцо всмятку некоторые виды там айоли кто-то делает из яйца всмятку говорят надо обязательно яйцо всмятку но я считаю что это дело вкусное кто-то любит следите чтобы не попадали не попадала шелуха у меня вроде бы все тут чисто разминаем и отправляем в тазик блин как же это вкусно вот когда яйца не сине зеленые тогда яйца вкусные у нас заправка готова яичная смесь готова теперь сюда высыпаем кукурузу кукурузу дырочку сделали у нас и так заправка жидкая лишней воды здесь не должно быть никакой вот она кукурузка целую баночку чтобы у нас ничего не оставалось значит кто любит можно добавить сюда еще стебли укропа я всегда стараюсь стебли использовать потому что во первых они дают хруст во вторых в них больше аромата чем в лист в листьях листве хотел сказать листва это у деревьев такая падает осень тем более что зимой чаще всего укропа стебелечки нежные и с удовольствием они будут хрустеть на ваших зубах тем более новый год же скоро укроп напоминает елку если взять вырастить огромный куст укропа то можно ее нарядить и будет новый год тоже теперь креветки как я уже сказал не надо их резать давайте их отправим целиком креветок не жалейте вы напишите опять нет веса вы знаете нужно побольше яиц и побольше креветок а все остальное добивайте уже по желанию потому что это же вкус ваш вкус я вам не могу сказать делайте конкретно вот так вы потом не найдете вашего вас должно быть свое что-то внутреннее вот смотрите получается что кукуруза креветки и вот это сметанно-майонезная заправка с яйцами превращает нас вот в такой сочный при сочный салат это реально вкусно здесь даже можно не доставить ничего попробуйте здесь укроп и так далее для того чтобы лишний сок который все равно будет выходить у нас до вниз отслаиваться чтобы этого не происходило моей мама и тетушка добавляли такие были чипсы в виде крабика крабовые чипсы я их давненько давненько уже не встречал магазине поэтому соответственно я сюда буду использовать гренки для салатов есть зеленью а есть сыром я предлагаю выбрать просто который из них больше всего подходит и решить я буду сырный для этого салата подходит на мой взгляд сильно посмотрите небольшое количество гренок все насыпаем знаете для чего для того чтобы они влагу немножко вся впитывает на вкус придавали пшеничная мука все перемешиваем и нужен большой тазик но как мы будем подавать все это к новогоднему столу большом тазу офигеть сколько у меня получилось у меня получилось на большую семью ну то есть я думаю что вот такой объем салата подойдет для для скольки 248 на 8 человек спокойно ну потому что на столе как правило же не только с 1 салат получается круто но по вкусу он вот ну по аромату он такой же как вот я помню себя у него просто у тетушки у моей мамы есть сестра тетя юлия вот у нее день рождения 1 января я помню свое детство мы всегда приезжали в город и встречали новый год у нее потому что тупо через 12 но после 12 дин-дон новый год встретили таки тетя юля с днем рождения следующий тост уже за тетей юлию у нас всегда у меня новый год ассоциировался с тетей юлей салат у нас готов я еще хотел такую попсовую штуку сделать которую все делают а многие повара сей не позволяют должен же я выходить за рамки дозволенности и адекватности будут меня называть самым неадекватным поваром с другой стороны почему бы и нет почему бы нам не выложить 2019 сухариками сверху ну-ка опять же должен как-то проверить свои таланты творческие ну типа готовить я умею а рисовать художественно сухариками теоретически это можно сделать но же 2019 все верно 2019 главное не ошибиться то еще буквы могут не войти тема и не входит это знаете как будет школе пишешь пишешь у тебя строчка заканчивается еще нужно слово дописать и ты прям такой дотягиваешь и так и здесь 20 и осталось еще две цифры ну единичка у нас будет как полосочка ножки матрешки еще помнят уроки черчения ночью похоже мой более-менее да я сам вижу что не очень похожи но прикольно то короче 2019 только не видно нифига давайте мы вот так вот сделаем подожжем сухарики чтобы чтобы они стали к черненькими о о мне кажется так прикольнее будет куда вот я бы без грелки до без своей грелки горелки огонь ну-ка не очень конечно похоже что это 2019 но как бы праздничное настроение в любом случае присутствует ну чё пора пробовать а с креветочка я возьму сразу вот отсюда тут конечно уже просто сказать с новым годом и попрощаться но тот же самый вкус только чуть-чуть подороже по новогоднему а гренки нужно будет потом под закопать чуть-чуть чтобы они набрали вся влагу а вы знаете все ингредиенты мягкие гренки такие хрустящие на мой взгляд они не должны быть хрустящие хотя если вы любите можно прям их сверху оставить да знаете как повара говорят игра текстуры все такое никто же об этом не знал советское время кидали дорогие друзья я поздравляю вас с тем что в этом году вы прошли огромный курс по гастрономии это и для тех кто был со мной весь год вы научились многому и вы поняли что есть масса вкусов о которых вы не знали и которые для себя открыли я хочу сказать что открывайте дальше для себя новые интересные вкусы на праздники не экономьте чуть дороже покупайте продукты кида для того чтобы было вкуснее вкуснее а потом вы привыкнете есть классные продукты глядишь там и экономика в стране наладится зарплаты поднимут я все с пожеланиями вот а мне очень вкусно сделайте такой салат поставки новогодний стол ваши гости будут рады с наступающим до новых встреч